Группный план Группный план Группный план Группный план Группный план Внешняя среда не столько даже Агрессивна, она токсична Токсична Мне нравится это слово, особенно в отношении Некоторых людей, но в отношении Пивоварения 100% Именно токсичность среды определяет Ты сегодня в очередной раз Обложился в хорошем смысле Документами Спасибо, дружочек Главное не перепутать Гласные буквы и ударения Документы всевозможные Это мы, видимо, будем развивать тему Поднятую в предыдущих передачах Румынское исследование Крайне интересное, мы о нем говорили Если вы не слышали, то можете найти нашу передачу На сайте хакирова.ру, почитать Посмотреть, послушать Довольно много там чего впечатлительного Мы рассказали И надо сказать, что Да, отрасль Не та Что была много лет назад Исследование само называлось Сейчас я точное название не приведу Это можно посмотреть, ссылку на него Можно куда-то кинуть, прочитать Но название Это торговля Как гнать суррогаты Для стран второго мира Второй мир это ласковое название Для всех постсоветских государств Республик и так далее То есть это Украина, Белоруссия Прибалтика в меньшей степени Чехословакия в меньшей степени Восточная Европа вся Ну и соответственно Россия И соответственно Украина Соответственно Беларусь То есть там на примере Румынии Разбирался вопрос о том Из чего и как делается Так называемое Вот не показать по радио Как надо ставить кавычки Ну кавычки, да Так называемое Пиво Безалкогольное Разумеется, только оно Безалкогольное БА, как я пишу обычно В материалах для юристов БА, только БА Так вот В румынской статье Рассказывалось о том Из чего и как это делается Ребята надыбали инфу У живых свидетелей Конечно Самое главное Они надыбали топ-менеджера Хайникен Сербия Который умудрился проговориться Когда его спросили Успользуют ли компания ферменты Дело в том, что Головная компания Хайникен Отнекилась Говоря о том, что Нет, ну что вы Как можно С 1873 года Хайникен Превыше всего Нет, нет Невозможно А он проговорился Он говорит Ну так ферменты Это нормально Это хорошо Ничего страшного Ничего страшного То, что Напомню, ферменты Для того, чтобы ускорить Вообще всю цепочку Производственного Если совсем быть точным У ферментов два назначения Во-первых, ты берешь Три Если быть еще более точным Первое Это ускорение Самое простое И понятное То есть Вместо 30 дней Брожения Дображивания Брожения Дображивания Точнее, если быть Вместо 30 дней Минимум Который держится Навядще Классическое Немецкое пивоварение Завоженное Шнейдером 30 дней Минимум Вот это надо запоминать Повторять Как мантру Ребята делают За неделю Вот все эти баночки Там Хайникины Бады И так далее И так далее Ты даже приводил пример Что за несколько часов Нас про люди сварили Нет Люди сварили задний Володь За несколько часов Это перебор Подожди Может быть Есть такие факты Мы о них еще не знаем Будем Нет Будем 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 честными За день Ребята сварили Так вот За 7 дней Они в среднем Это делают Кстати Союз пивоваров Я говорил недавно С ними Того же самого мнения И такая же инфа У них абсолютно За неделю Благодаря ферментам Плюс Они делают Очень простую вещь Это Это повышение Температуры Бражения Стандартное Бражение Идет Если я правильно Помню Ничего не ошибаюсь При 6 градусах Плюс 6 Да Естественно А дображивание От 0 до 4 Держится Ну тоже порядка 3-4 недель То есть Соответственно Высокотемпературное Ображение Это 15-16 градусов Быстро За неделю Выбраживаются До посинения Выбраживаются Дрожжи Получается Сироп Густой Насыщенный Его разбавляют Водой Обычной Водопроводной Водой Которая гонит Через обратный Оспас Это разбавляется Водой Газируется И у тебя Получается Так называемо Мы так это Называем Экспресс Пиво Чехи называют Это подкрашенной Водичкой Со вкусом Я вынужден Продолжать Добавлять Безалкогольное Только Хоть и экспресс Но безалкогольный Безалкогольный Экспресс Ну это Наверное Самое приличное Что можно придумать Из названий Экспресс Продукт Смотри Ускорение Это первое Второе Это Использование Низкокачественного Сырья То есть Несоложенки Обычное Нормальное Безалкогольное Разумеется Это делается Всегда Из солода То есть Пророщенный Ячмень Ну вот Самый Прямой Простой Пример Это Пророщенный Ячмень Он дорог А вот Одна из причин По которым Транснационалы Это делают То есть Первое Это Ускоренное Ображение Быстро 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 Не надо Вложений В технику Потому что Понятно Что объем Который Нужен для Производства Того же Количества В четыре В четыре Раза Меньше Не надо Четыре Огромные Деньги Не будем Приводить Точную Цифру Но Она Исчисляется Миллионами На самом деле Которые Вяч Тратят На Электроэнергию Для охлаждения Следующий Момент То есть Они Экономят Трудовые Ресурсы Экономят Оборудование Экономят Электроэнергию Потом Они И благодаря Ферментам Из Вот Это Второй Пункт Они Используют Неосложенное Дешевое Низкокачественное Сырье Третий Самый Интересный Момент Они Маскируют Диацетил То есть Благодаря Моторексу Которые Они Добавляют Напомню Это название Одного из Веществ Ферментов Благодаря Тому Что Они Добавляют Моторекс Он Маскирует Диацетил То есть Его Лабораторный Анализ Простой Обычный Не Хроматограф Хроматограф Возьмет А Обычный Лабораторный Анализ Диацетил При Добавлении Моторекса Не Обнаружен То есть Ребята Убивают Сразу Кучу Зайцев Они Не Собираются Чистить Фильтровать Качественно Обрабатывать Так Как Это Надо Они Не Используют Нормальное Сырье Они Экономят Очень Прилично На Всех Этапах В итоге Себестоимость Продукта Естественно Падает Очень Сильно Падает В разы Практически И Несмотря на Они Конечно Они Все Димпингуют Продают Ниже На самом деле Себестоимости Теряя При этом Убытки Этих Компаний Огромные По России Ну вот Отсюда Прямую Связь Можно Установить То что Видят В магазинах Потребители По акциям 30-29 Рублей Отсюда Растут Ребята Все что Вы видите По акциям Меня Очень веселит Особенный Момент Когда Допустим Пиво Жатецкий Гусь Безалкогольное Естественно Оно Варится На том же Заводе Где По моему Делается Балтика Кар Безалкогольное Бат Это По моему Охота Ну вот так Вот То есть У нас На самом деле На одном Том же Заводе Делается Несколько Брендов Несколько Марок Это Разлив Из одного Чана Просто Ценой Ребята Жонглируют И все Но это Все То же Самое Экспресс Все Та же Самая Дешевка Оригинальным Продуктом Она не имеет И проблема Глобальная В том Что Вот задают Миллион раз Опрос А чего Вот что Такое Вообще Экспресс Чем он Вреден Вот Объективно То есть Мы сейчас Повертываемся К покупателю К потребителю Мы стараемся Естественно Хотела задать Вопрос Потому что У человека Нет Инструментов Специальных Чтобы определить Экспресс Это не экспресс Ну давай Как-то будем Давай попробуем По своему Самочувствию Что называется Вот тут Коварство Истории В том Что ты Сразу По самочувствию Не определишь То есть Есть вещи Которые говорят О том Что это Качественное Это некачественное Но мы их сейчас Не будем даже обсуждать Это можешь сразу Определить Но это физиология Это детали А Суть в том Что ты можешь Употреблять Суррогат Не один год Ну то есть Допустим Ты можешь Вот это экспресс Пиво Безавкогольное Разумеется Употреблять Там 5-10 лет Ну Мы тут скорее Не претендуем На истину Потому что Это все индивидуально И не будем В эту сторону Тут сложно сказать В общем Отсроченный эффект Да Это может иметь Пролонгирование Вот смотри Механика какая Весь вопрос в примесях Весь вопрос в примесях Которые содержатся То есть Это в первую очередь Высшие спирты Те которые отвечают Потом за неприятные ощущения Это вот всякая Вреднятина Это вот те которые отвечают За неприятные ощущения Пудром Да Вот эти высшие спирты Они во-первых Маскируются ферментами То есть Их возьмет только хроматограф Раз Обычный аббатурный анализ Не возьмет Во-вторых Они действуют Не сразу Да Они влияют На животное и кишечное Печень В первую очередь На сосуды И так далее И так далее И так далее Сколько лет потребуется Для того Чтобы эффект получить Ну 5-10-15 лет Употребления Ничего Где я И где 5 лет Называется Как думает Наш человек Ну мы да Зачастую Одним днем Только мыслим Ну к сожалению Вот пора бы Людям все же Начинать задумываться О том К чему это Реально приводит Я с Большим прискорием Все время У меня была личная Как бы Трагедия такая С друзья С другом И я Уточнял вопрос По лечению печени Вот ту на которую Влияют высшие спирты Я узнал стоимость Пересадки печени В Германии Ну я да Я подозревал Что не в России Да Нет В России делается В год 200 операций В Германии 6 тысяч Можно себе представить Разницу в квалификации Хирурга Пересадка стоит 5 с половиной 6 миллионов Это еще Это сама процедура Без донорской Да Без донорского Нет Ну нет Донорский там В донорском Конечно Но это проживание Это очень Это самый экономный вариант Который есть Ну и продолжительность жизни После этого Примерно 10 лет Ну такая более-менее Правда Приживаемость После операции Все-таки 50% То есть Либо пан Либо пропал Да То есть И вот всем ребятам Которые Ну это немножко Издевательски Но тем не менее Всем ребятам Которые пьют суррогаты Вот эти экспресс Безалкогольные Разумеется Да Рекомендую делать следующее Значит При покупке Каждой вот этой Баночки по акции Да С яркой этикетки Вот эти папуасы Берут Ты откладывай Родной денежку То есть Купи бутылочку Сразу На Германию Прицеливайся Да Сразу Потому что Ты реалистично Вот зная Подушевое потребление В год Да Ты реально Сэкономишь на этом Если правильно Помню Порядка Двух Там Пяти тысяч рублей Максимум В год То есть Да Совершенно правильно За пять лет Ты сэкономишь Примерно Десять тысяч Вот И Ну учти Что тебе Через пятнадцать Двадцать лет Потребуется Квалифицированная Медицинская помощь Которая стоит Совершенно Других денег Поэтому Ты сразу Начинаешь Как покупаешь Суррогат Ты начинаешь Откладывать На лекарства Процедуры Обследования Ну жестко Конечно Звучит Ну ты понимаешь Анекдот Анекдот В том Что это правда Вот Как бы Можно Какие-то Допускать Недоговоренности Можно Что-то Не рассказывать Можно Что-то Думать Вот так Всяко Так Но Когда Мы Говорим О фактах Тут Ничего Семь И не Сделали То есть Содержание Высших Спиртов В образцах Оно Говорит Однозначно И причем Если бы Вот эти Замеры Делал Вятич Ну Это Согласись То есть Я человек Афилированный С Вятич То есть Пресс-секретарь Завода Замеры В смысле Своей продукции Нет Вообще В принципе Которая На рынке Представлена Анекдот В чем Мне удалось Найти Причем Они были Недалеко Но надо Вопрос Поинтересоваться Поинтересоваться Найти Вот один из протоколов Я держу В руках Я озвучу Сейчас мы до него Дойдем Тут самое интересное Значит Всероссийский Научно-исследовательский Институт Пивоваренный Безалкогольный И винодельческой Промышленности Это на Росалиме В Москве Я знаю Я там был Они провели Анализ Образцов Которые Предоставили Не мы Подчеркиваю Просто Проведен Анализ Образцов На содержание Так называемых Высших Спиртов И теперь Мы идем По образцам Вот пиво Светлое Жатецкий Гусь Безалкогольное Конечно Она все Безалкогольное О чем мы говорим В этой передаче Содержание 119.3 Это значит Сразу Для тебя Для тебя Для слушателей Норма 92 миллиграмма На 1 дециметра Кубический Не более Не более Выше этого Это уже фермент Не соваженка Это экспресс пиво Это не есть пиво Без алкоголя То есть это показатель Который напрямую доказывает Твердо Да Что использовалась технология Другая Мы точно знаем Что это Суррогат Вот Жатецкий гусь 119 Ну на каких-то там Сколько у нас На 30 процентов Больше нормы Раз Берем следующий Пиво светлое Клинское Ура Товарищи Безалкогольное 125 Безалкогольное Балтика 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 Прекрасно Безалкогольное Классическое Трешка по-моему Безалкогольное Балтика Показатели У нее 150 И превышение Чего 150 При 92 норме Практически в два раза 63 процента 63 процента Балтика Вот эти Замечательные Обратцы Ребят Когда вы видите Баночку Скляночку Во-первых Начинаете откладывать Деньги на германщину Но не на Ознакомительную Туристическую поездку А на процедуру Это первое Вам правда не хватит То есть вам придется Занимать Продавать квартиры Думать вообще О печальном будущем Поинтересуйтесь Что это такое Вот Но Когда вы видите Эти баночки Вы можете точно Сложить Это Понимаете Это говорит Не пресс-секретарь завода Это говорит Всероссийский Я сейчас Засчитаю Всероссийский Научно-исследовательский Институт Пивоваренный Безалкогольный И винодельческий Промышленность Все вопросы Со штампами Все с официальными Да У них Дело в том Что у них есть Хроматограф И хроматограф Стоит Офигительных Совершенно Денег У нас Его нету Хроматограф Это как Андронный Коллайдер В промышленности Соответствующий Хороший Хроматограф В общем Очень солидная Установка Не каждый Может себе Ее позволить Мягко говоря У них Она есть Благодаря Этому Благодаря Этой установке Они получают Эти результаты Так вот Дальше Мы начинаем Мы имеем Еще два Образца Одна бумага У тебя В руках Другая У меня Вот Первый образец Это Пиво светлое Пауаннер Мюнхенхель Безвакогольный Немецкая Одна из представителей Пауаннер Мы знаем Оно стоит Ну например Там 100-120 рублей Примерно Оно стоит 0,5 Да 0,5 Конечно Безвакогольный Вот Немецкая Что говорят Замеры немецкого Количество Веществ Вредных Пауаннеры 84,4 Ниже планки Планка Напоминаю 92 Это То Самое Нормальное Хорошее Качественное Немецкое Пиво Безвакогольный Ну и давай завершим А вот теперь Я тебе дал Протокол Возьми Прочитай Черным по белому Как говорится Написано Протокол испытаний Испытуемый Продукт Пиво светлое Вятич Классическое Фильтрованное Непастеризованное Безвакогольное Разумеется Да И сразу же смотрю В графу Где указан Вот этот показатель 89,5 89,5 То есть опять-таки Все в порядке Ниже 90,92 То есть это Ребят Он по Показателям Чуть-чуть Отличается От Повадера Поверьте Ну 92 Это как верхняя планка Да То есть По большому счету Это ничего не значит Суть в том Что вятич Это Про настоящий Качественный продукт А вот все то Что вы берете В баночках Это прямая дорога Ну Землицы себе Прикупить Я не знаю Там Где-нибудь Это не какое-то Исследование Там Десятилетней Двадцатилетней Давности Это все свежак Что называется Я смотрю на даты Проведения Совершенно правильно Это начало марта Этого года С 3 по 11 числа Да 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 Это именно так То есть Мы смотрим Срез на сегодня И мы понимаем Что в баночках Скляночках Которые вы покупаете Ребят Там Будем Мягко говорить Есть более грубое название Для этого Мягко говорить Вредных веществ Вот этих высших спиртов Особенно Их превышение В разы Ну не в разы 63% Это Балтика Вторая разность Да Вот так вот То есть Навятича Этого нет Ни сном Ни духом Вопрос Почему Вот почему 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 То есть Вопрос Каким образом Навятича Это все Сохраняется Во-первых Это немецкое Да То есть Вот отличие Кстати Отличие Вятича От полонера Того же Безалкогольного Разумеется Очень просто Он очень простым И вот как раз Мы тут плавно Совершенно переходим К личности Основателя Завода Товарища Шнейдера Потому что У Шнейдера Была одна Простая фишка Это Он как немец Прекрасно понимал Что настоящее пиво Безалкогольное Разумеется Должно быть Только Исключительно Местным То есть Идея о том Чтобы транспортировать Пиво из Мюнхена Куда-нибудь Не знаю На север Германии Полностью Отсутствует Мозгу немца Когда сюда Приезжает Вот недавно Был австрийец Который Налаживал кухню В ресторане Альпин Прости перебью Говоря местное Мы имеем ввиду В первую очередь Местная вода Местная вода Местное производство Местное сырье Оно должно быть Свежим Свежим Сделанным Рядышком Это как молоко Как хлеб Как мясо Ну не может Вот разница Между мороженым И парным мясом Его знают Большинство людей Которые увлекаются Ну хоть чуть-чуть Кулинарией Они понимают разницу Между молоком Местным И молоком Привозным Мы все знаем Разница Мы стараемся Не покупать Привозное На самом деле Потому что мы понимаем Что молоко Большинство Скорее всего Именно То же самое С хлебом И так далее И так далее С пивом Безалкогольным Конструкция Абсолютно Та же самая Шнейдер Говорил о том Что местное Свежее Местное Свежее Местное Свежее На местной воде С учетом Особенностей Местного организма Местной Экосистемы Как сейчас Модно говорить Так вот Разница между нами И полуанером Полуанер Очень хороший Продукт Еще раз Да Он стоит Там сто с копейками Но По качеству Ничуть не хуже Вечер Все замечательно Да Но Полуанер Из Мюнхена Приехал к тебе Не через месяц То есть Непонятно Какая логистика Была Непонятно Какие сроки Были Его достаточно Долго Везли И это Несвежее Ребят Ни один Немец Вот Сейчас бы Достаточно Посмотреть на срок годности Конечно На этом продукте Все бы было понятно Я тебе рассказывал Я подозреваю Намного больше Чем у нашего продукта Когда Австрияк Приавстриец Австриец Да Австрияк Да Это грубовато Когда Австриец Приезжал Налаживать Кухню В Альпине В ресторане Буквально Недавно Ну не так Месяца два назад Мы говорили Дважды приезжал Он захотел Местное Анекдот В том что он Он поселился По моему В центральной гостинице И Высказывал Несколько раз Курагину Своё возмущение На тему Генеральному директору На тему того Что Меня поет Меня предлагают Все время Какой-то Хайникин Шпат Я не хочу этого Где местное Почему Они не предлагают Мне местное Потому что В психологии Немцы Австриицы Без разницы Идея о том Чтобы пить Что-то Привезённое Издалека Она Полностью Эта идея Отсутствует У нас К сожалению То же самое Что с молоком Приезжаешь в деревню К бабушке У неё корова Она тебя обязательно Этим молоком Свежим Парным Она тебя Напоит Ты ни в коем случае Не будешь Вот И Шнайдер утвердил Этот вариант Свежее местное Начал с этого Пол Вандер Не свежее Вятич Свежее Вот с этого Как бы С этой ноты На самом деле Всю историю Про Вятич Всю историю Про завод И всегда И надо начинать Это местное Свежее Пиво Безалкогольное Разумеется Нам подошла Пора Сделать небольшую Рекламную паузу Можем Сейчас уйти На рекламу Буквально полторы минуты И мы продолжим Нашу беседу С Владимиром Маматовым Крупный план Крупный план Напоминаю Владимир Маматов При секретаре компании Веч Продолжаем разговор Про Карла Отто Шнейдера Уже непосредственно Вот я наверное Сейчас Один из немногих В нашем городе Кому удалось Поддержать Я сейчас держу В руках этот лист Где Ну практически Уже готовый эскиз Памятника Карла Отто Да я все верно понимаю Мы неоднократно говорили Об этом Ты обещал Будет Будет Скоро Будет Возле предприятия Непосредственно появится Ты учил немецкий Я учил немецкий В школе В университете Яволь С годами забывается Даже я знаю Что такое Яволь Ну понятно Утвердительное Да Это ты держишь В руках Действительно Эскиз Шнейдера Он таким И будет То есть это То что будет Сначала в 3D Потом будет Это отливаться В бронзе И потом Это будет Ставиться В завода Предполагается Я думаю Коллегам Можно Журналистам Нашей радиостанции Передать Чтобы они могли разместить Чтобы все могли увидеть Скамеечка На скамеечке сидит Такой крепко сложенный Такой Гражданин Ну как Гражданин Товарищ барин Хэр Хэр Шнейдер Хэр Шнейдер Господин Шнейдер Да С бородой С усами Бочонок у него Тут рядышком На скамейке Стоит Кто на плече Понять не могу Звери Что за птица Звери Потому что он был Страстным охотником Ну понятно Для немца Это вполне себе Типично Да Возговлял Охотничье Общество Навятки На самом деле Он сделал это С абсолютно Меркантильной целью Это был Единственный способ Для иностранного Подданного А Шнейдер Был Саксон Менинген Не выговорит Никогда Менингенским Вот Подданным Для него Это был Единственный вариант Он был Отправлен На работу Да Отправлен На работу Были гастарбайтеры В российскую империю Шнейдера никто не отправлял Он сам поехал При этом у него Да Юридически все у него Оставалось Сугубо немецким Да Он И стал Председателем Общества охотников Вятских Именно для того Чтобы завести связи В коммерческом Потому что Где как ни на охоте И после охоты Во время отдыха И посиделок Собственно поговорить В непринужденной обстановке О делах Да А немецкому подданному Без этого Было трудновато Войти в общество Такой этикет Шнейдер Очень хорошо понимал Как вести дела Вот я чем больше О нем узнаю Чем больше читаю Я прекрасно понимаю Что парень был С коммерческой жилкой В хорошем смысле Этого слова Ну редкий случай Да Он кстати и внешне Очень походит На наших знаменитых Купцов Вятских Да У меня ощущение Что Мода Она же мгновенно Перенимается Ощущение такое Что человек не из Германии А где-то под Слободским Родился Нет Под Слободским Родился только Анфилатов Который Тоже полюбил Борода Полюбил горячей любовью Солидный Не ну Володь Это же мода Конец 19 Начало 20 Я понимаю Что это исключительно Внешнее Шнейдер у нас Станет осенью Я надеюсь Что к Октоберфесту Который у нас будет Надеюсь Пандемию Отменят Наконец Вот это все Кривляние С этими масками И там Всеми девами Вот И у нас в Мюнхене Будет фестиваль А у нас На Вятке Будет открытие памятника То есть это октябрь Я предполагаю Может быть Мы успеем Ну Сентябрь Не уверен Да Ну Примерные сроки Три месяца Удастся ли за три месяца Свежие местные Шнейдер Не знаю Как сделать Посмотрим Вот А что-то я вот Глядя на эти эскизы Я не вижу Не знаю Какой-то детали К которой Можно будет Подойти Не знаю Потереть Карла За ручку Не знаю За ножку На удачу А то знаешь Есть такая традиция Да Может ему вложите Вы в руки Денежку какую-нибудь Не знаю Серебряную монету Можно будет прийти Потереть Короче пусть бочонок Который стоит рядом Со шнейдером А можно тереть Пусть гладит его Да Эффект будет от этого Лучше Да Октябрь В октябрю Значит Вы нацеливаетесь На то Чтобы это все Дело Оформить А кстати В этих Начинаниях В этом стремлении Как-то увековечить Память Карла Отто Ты находил Отклик интересу Любителей Так сказать Вятской старины Вот так хочется Слушай В смысле я понял Да Все время Какие-то отсылки Делать К его жизни И работе У нас в городе А я думаю Что во-первых Это следует Безусловно Потому что Первая и самая Основная мысль Которая у меня возникла Как только я начал Действительно работать На Вятчи Это то что Фигура Карла Отто Шнейдера Это Шнейдер По-русски По-русски Говоря Современным языком Это лучший Амбассадор Вятчи Который может Существовать Эта фигура Это лицо Эта биография Это во-первых Судейство о том Что это свежее Немецкое По сути По сути Немецкое Заложенное немцем Созданное немцем И Те традиции Которые поддерживаются На Вятчи Это немцы То есть это Свежее Местное Пусть немецкое Вот как Пол Ваннер Да мы говорили Кстати Маленький Офтопик Говорили сегодня с утра Вот Разленовывали Эти образцы Как раз Вот эти Удивительные Конечно документы Я каждый раз Удивляюсь Что все это Есть И в принципе В открытом доступе Но никто Это не афиширует Вот количество Примесей В этих Суррогатном Так вот Вопрос бы простой А вот если бы Перед человеком Приходит человек В магазин И видит Не привалок А номера Раз Два Три Четыре Шесть Вот это Не видит Сам продукт Да То есть Видит Вот содержание Примесей Вот зашкаливает Там 30% 36 63% Вот здесь 89 и 3 По моему А здесь 84,5, да, но вот то, что 89,5 стоит 60 рублей, а то, что 84 с копейками, да, это стоит 120, да, чтобы выбрал человек в реакции немца, если бы это выбирал немец, можно ни секунды не сомневаться. Ну, как в одной известной рекламе, если нет разницы, то зачем платить больше, да? Да, совершенно правильно, но анекдот еще в том, что, смотри, немец, он действительно не поймет, за что он платит, он будет считать копейки, он не понимает этого. Второе, а где, собственно говоря, вот вопрос маркировки, ой, вопрос маркировки. Очень сложный, очень обширный, да. Естественно, что пока, на самом деле, есть один ход, который, может быть, сработает, это посмотрим, но пока я вижу фигуру Шнейдера исключительно как свидетельство о качестве продукта. Вот то, что выпущено со Шнейдером, то, что сделано на его фактически заводе, который он устроил, то, что сделано по его традиционной технологии, это есть хорошо. Это правильно, это стоит тех денег, которые вы за него платите. Все, вот эта формулировка нравится мне больше всего. А когда мы начинаем говорить об истории Карла Уотта, он же совершенно прекрасно устроился в 1901 году на работу сначала к Александрову на Свободской пивоваренной заводе. Именно там он, да, начинал свою деятельность. Там совершенно шикарная история и с работой на Свободском, и как он ушел от Александровых, потому что они зуб на него имели очень долго. И его обвиняли в том, что, ага, он воспользовался, значит, знанием рынка уже, выучив его у Александрова. И вдруг решил основать свой собственный бизнес. Но потом, потом, оказалось, что Шнейдер поступил, мягко говоря, дальновидно. Он выкупил потом стекольный завод у Александровых, которых снабжал, и торговал тем, что производит в самом Свободском, где раньше торговали только Александровы. А Тара-то была еще со штемпелем. Да, да, конечно. То есть она была ручной работой, она каждая бутылочка была выдута, и вот этот штемпель поставлен. Штемпель. Штемпель. Штемпель, это чуть-чуть. Штемпель, да. Штемпель, да. Штемпель поставлен, да. Вот. И у Шнейдера история сама его, она настолько увлекательна. И как он расширил производство. И как он наладил экспорт. И вот фамилия Булычева, которая мелькает у нас, да, постоянно. Икон Филипыч. Да, ведь под гарантией Булычева шли караваны торговые полговятского пароходства, да, с продукцией Шнейдера шли на ярмарки, в Нижний шли. Вообще по всему ПФО фактически. И как он начал торговать с иностранными государствами, он же начал торговать с Берлином, с Вондоном, с Парижем. Он торговал туда. Если он поставлял, если я оправлю, помню, мартовское безалкогольное, разумеется, и столовая, разумеется, безалкогольное, ко двору Николая II, а Николаю II нравилась мартовское безалкогольное. Он оставил даже какое-то высказание по этому поводу. Вот как простой немчура, приехавший на заработки, приехавший в Россию, умудрился все это. Видимо, вопрос, опять же, парень сделал правильную ставку. Вот еще раз. Он сделал ставку на местное, свежее, вятич, местное, свежее, свежее, местное. И не отходил от этой линии никогда. То, что его потом накрыло цунами, которое у нас образовалось в 17-м году. А вот я, кстати, иногда задаюсь этим вопросом, и не только в приложении к Шнейдеру, а что бы действительно было, если бы не было Первой мировой, да, вот этого Верикой Октябрьской и так далее. Я тебе могу сказать, сразу сказать, что история не терпится. Ну, увы, да, помечтать можно, но всерьез об этом задумываться не стоит. Это фэнтези, попадание в прошлое. Там все остальное, остальное, остальное. Вы знаете, еще и есть планы как-то более активно использовать образ Шнейдера вот сейчас? Появится ли он на баннерах, не знаю, на этикетках в конце концов? На этикетке, я думаю, что он появится осенью. Раз. Вопрос нового сорта мы озвучим в ближайший, я думаю, месяц. А на баннерах он появится буквально в апреле. То есть появится Шнейдер, он появится на холодильниках, на баннерах, на оформлении торговых мест. Он появится в СМИ с детальной историей его вообще фокусов и приключений на Вятке. Потому что все-таки первое по-настоящему серьезное пивоварение на Вятке — это Шнейдер. Все остальное, там какие-то экзерсисы, монастырские там, пробы, пера, еще что-то, еще что-то несерьезное. А вот первое настоящее — это все-таки он. Слушай, а что касается видеоконтента, сейчас же модно оживлять исторических персонажей, прям там вот. Ну, технологии это позволяют, грим, компьютерные технологии. Не думали еще прям серию какую-то забабахать роликов, где реально персонаж будет очень похожим на карманута, да? Ну, мы сделаем так. Как одна из... Мы сделаем так, но надо понять, что видеоролики не делаются, в отличие от аудио или баннеров. Они не делаются ни за неделю, ни за аудио, ни за аудио. Ну, да, я понимаю, это крупотливая работа. И я думаю, что мы тоже порадуем. Ну, я думаю, что апофеоз всей компании — это одновременно памятник, одновременно сорта Шнейдера и одновременно выпуск роликов. Вот тогда это, я думаю, как раз август, сентябрь, октябрь. То есть, когда люди, наконец, вернутся из отпусков, там у них пройдут эти нелепые выборы, которые у нас будут. Фу-ть-фу-ть-фу. Главное, чтобы миновать их спокойно. Ну, вот. И все. И там мы увидим Карла Отто с постановкой. Можно будет рядом с ним посидеть и удивиться в очередной раз над темой того, что все-таки не все потеряно на нашей ветке. Ну, и мы перескочили через лето. Может быть, еще и день пивовара удастся. Ну, все может... Мы не знаем, отменят ли у нас это безобразие все, надоевшее до посинения. Всевозможно найти ограничения. На этом завершаем сегодняшний разговор. У нас будет перерыв недельный до следующего вторника, как обычно. Владимир Маматов. Во вторник. Да, всего доброго. Все передачи, еще раз напоминаю, есть на нашем сайте. Эхакирова.ру. Заходите, пересматривайте, переслушайте. И мы этот архив будем пополнять. Всего доброго. Все. Удачи. Крупные планы.